Ну вот, наступила у нас уже настоящая осень. Сегодня 28 октября. Пришло время продолжить работы в саду. Что мы сделали? Побелели основание стволы деревьев. В магазине усадьбы купили специальный состав и кисточки побелели. Это необходимо делать зачем? Во-первых, деревья сейчас в полном росте и они за лето сильно выросли, ствол потолстел и образуются там трещины. Чтобы туда не попала никакая зараза, микробы, также какие-нибудь личинки, для этого делается побелка. А также, когда в феврале яркое солнце, то тоже, чтобы не обжигали стволы. Так что вот мы уже побелили все наши деревицы. Второе, что сделали, это насыпали удобрения во все прикорневые лунки под деревья и под кусты и даже под розы. Тоже удобрения. Так и называется, прямо на пакете написано осеннее. Оно за зиму там все переработается и весной растению будет легко начать свой буйный рост. Третье, что нужно сделать мне с садом, это сделать ему стрижку. Ну вот я уже начала некоторые растения, как я говорю, у нас молодой сад и очень большой прирост. Поэтому нужно сделать грамотную стрижку. Некоторые растения, вот я уже подстригла, делается это секатором. Ну вот на примере маленькой яблоньки я вам хочу показать. Первый секрет, знаете, я там небольшой, невеликий, скажем так, садовод, но зато я очень дотошный человек. Чтобы начать какую-то работу, я всегда спрашиваю у всех, хоть немножко компетентных людей. И пересматриваю много роликов, статей читаю и делаю какие-то выводы для себя. Ну что главное в стрижке деревьев? Ну во-первых, все ветки, которые растут внутрь, их нужно обязательно отстричь. Вот видите, я обстригла. Все ветки, которые внутрь растут, пересекают другие ветки. Второе, что важно, это нужно формировать ярусы у дерева. Вот видите, у меня вот первый ярус дерева, потом ствол идет пустой. Вот все веточки убраны. Второй раз ярус, у меня здесь две веточки получилось. Потом ствол пустой. И вот здесь третий ярус уже веточек нападет. Из этой ветки мы будем формировать макушку. Вот сейчас мы еще сделаем оттяжку деревьев, те, которые ушли в стороны. Макушка теряется, чтобы не терялась. Будем оттягивать. Я вам ни в коем случае не даю какие-то советы по этому вопросу, потому что некомпетентно, чтобы раздавать советы какие-то там садоводческие. А просто рассказываю, как делаю я в своем саду. Может вы тоже сделаете какие-то выводы, скооперируете другую информацию, с моей информацией. И будете применять у себя на своей практике. Также я обрезаю, хочу сказать, обрезаю все слабенькие, тоненькие веточки. А они никакой пользы не принесут нам. Будут только забирать силы, да затенять растения. Вот прирост. Видите, какой прирост? Вот отсюда. И вот такой вот вырос прирост за год. Вот. Его нужно на одну четвертую обрезать, на наружную почку. Вот у нас наружная почка. Я беру и обрезаю. Примерно на одну четвертую. Все. И так с каждой веточкой. Последние маленькие ранки. Вот такие вот или еще меньше. А меньше от тоненьких веточек я их не замазываю. Если ранки уже вот примерно такого диаметра, да, и больше, я их замазываю садовым варом. Ну, желательно это делать и вообще делать стрижку деревьев в сухую погоду. И замазывать ранки, когда они чуть-чуть подсохнут. Вот. Вот я сейчас все обрежу. А завтра, вроде дождей не передают, завтра я выйду и замажу садовым варом. Вот в таком состоянии наши деревицы уже уйдут вот в третью зиму. Сажались совсем малюсенькими палочками, годовалыми растениями. Вот в таком виде. Потом еще где-то заморозков еще у нас нет. Как только начнутся заморозки, то мы еще прикорневые лунки засыпем, перегноем. Это и утеплит, а также весной мы это все разгребем. Начнем активный полив. И это даст дополнительное удобрение для роста наших растений. Сегодня 10 ноября. Уже были у нас небольшие ночные морозы. Но передают со следующей недели уже до 5 градусов заморозки. Поэтому я хочу срезать виноград и розочки. Ну, чтобы они меня еще тоже порадовали в доме. Вот какой красавец еще тут остался. Вот немножко срежу, сейчас выберу. Красиво. Вот красавица моя, прям возле порога у нас. До сих пор, до середины ноября, радует нас этой красотой. Ну, все, сейчас срежу. Также хочу срезать несколько букетов хризантем. Вот они тут буйным цветом у меня цветут. Так что весь дом у меня будет сегодня в букетах. Хризантемы очень долго стоят. Вот еще хочу поделиться с вами. Куст декоративный многолетний, называется снежно-ягодник. Смотрите, какая красота. И всю зиму листики опадают зеленые, а ягодки стоят всю зиму. Очень красивый куст. Вот хризантемы мои. Дождиком их наклонила. Сейчас я их все порежу. А также еще за двором. Цветут буйным цветом мои хризантемки. Вот вам и 10 ноября. Примула красавица решила еще тут подсвести. Прохладненько, хорошо. И вот она. Вот мелочи приятны. И это 10 ноября. То есть сегодня. Вот какая красота у нас. Вот какая осенья красота. Я обожаю букеты. Это последний букет в этом году. Вот какой он у меня красивый получился. Вот еще один букет из хризантем. И еще один. Юля убирается в своем домике. Потому что игрушки мы здесь не будем оставлять. На зиму от мороза они могут попортиться. Мы их отнесем в сарайчик. До следующего года. Молодец. Вот моя помощница. Укрываем виноград. Как мы укрываем его в нашем регионе. Ну вот он на шпалерах у меня привязан. Сейчас я эти все веревочки отрежу. Уложу лозу на землю. И накрою ее. Сначала нетканным укрывочным материалом. Ну вот я все срезала. Сошпарил. Уложила его вот внизу. Сейчас накрою тканью. Немножко ткань прикидаю прям землю, которая здесь есть. Ну вот все началось. Конструкция. Чуть позже. Ну недельки через две. Накрою ветошью. Можно нюхать. В камере можно нюхать. Пока я там заканчиваю работы во дворе, мои мужчины тут шаманят уже над очень вкусными блюдами. В барбекю. Сегодня у нас вот такое мяско. Это баранина. Как называется этот кусок, скажите? Бог бараний. Бог бараний, говорят специалисты. И еще вот такая вот закусочка. Это картошка, обернутая беконом. Картошку я отварила в мундире до готовности. И потом уже ее почистила и обмотала, замотала беконом. Ну вот сейчас она приготовится. Бекончик поджарится. Таким образом мы отметим окончание наших работ во дворе осенних. Очень вкусным ужином. Мы закончили работы в саду. То есть я все листья сгребла в прикорневую лунку. Ну вместе с землячкой какая-то мне попалась. И также немножко присыпали перегнойчиком. Также утеплили розы. Я их вот так и оставляю в зиму. Все, ничего не обрезаю, не общипываю. Листья там и в интернете, и у кого не спроси, у всех свой рецепт. Вот, скажем так, я делаю так. Уже вот третий год, и нормально они зимуют. То есть под корни высыпаю по ведру перегноя, и все. И новый розарий, подсаженный недавно нами. Вот тоже мы его утеплили. Будем ждать. Домик тоже. Вот один комод осталось отнести. Все убрали. Юля тут сама занималась. На верхнем дворе тоже укрыли розочки. Обрезала хризантемы. Все их мороз побил. Там желтые оставила. Еще чуть позже, ну как морозы больше установятся, хвойники, они у нас молоденькие, а также под плетущие розы мы хотим завернуть нетканным материалом. Он продается у нас в магазине в усадьбе. И таким образом защитить молодые растения от морозов. Мы собрались за столом, дружно поработали, теперь будем дружно кушать. Вот такую вкусноту. Смотрите, что у нас получилось. Живите дружно, работайте дружно, кушайте вкусно. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok